Уважаемый эволюционер, наше всевидящее око, которое наблюдает за нашей с тобой дискуссией. На этом прекрасном месте мы находимся на крыльце художественного музея, первого частного музея имени Виктора Васильевича Бажана. И очень хорошо, что Виктор Васильевич дал нам возможность здесь проводить дискуссии. И мы приглашаем всех желающих сюда приходить и дискутировать те вопросы, которые интересны вместе с нами. А это место, оно особой духовности, потому что тут сосредоточены артефакты истории, то есть того, что было с нашим народом в недалеком прошлом. И как бы в последние сто лет никто не смог сделать то, что сделано вот именно сейчас здесь Виктором Васильевичем Бажаном. Сегодня мы ловим последние теплые осенние деньки, скорее всего. И сегодня наша тема, это недавно уже нашумел сериал «Игра в кальмара». Не обсуждал его только ленивый. Ну, мы сегодня будем рассматривать не сам фильм с точки зрения кинематографической, с точки зрения режиссуры, сценария. Нам это не особо интересно, это уже обсудили люди, сведущие в данных вопросах. Мы хотим обсудить на основе сюжета данного фильма вопрос морали. Как бы в отражении данного сюжета. Ну, и начну со своей стороны. Что могу сказать? Ну, как бы предыстория... Это как бы первый твой тезис уже начался? Да, это уже будет как бы мой синий тезис. Это будет как бы такая предыстория. То есть все, кто видели данный сериал, они поняли, что вот в Южной Корее как бы не все так и хорошо, как может показаться. То есть, да, чем отличается эта страна? Она одна из, так сказать, нескольких азиатских тигров, то есть страна экономически весьма развитая. Это родина Самсунга, это родина Киа, это один из лидеров мировых по производству процессоров компьютерных. Но что-то там не так. Казалось бы, люди должны быть счастливы. Южная Корея, она по всему миру лидирует по уровню закредитованности населения. То есть все кредиты, если собрать, которые должны южные корейцы, так скажем, частные домохозяйства, он превышает ВВП этой страны. А ВВП там, судя по всему, не маленький. И вот режиссер данного фильма, он отобразил вот эту проблему, то, что несмотря на такой бешеный рост экономический, людям-то жить все равно нехорошо. И что мы видим как бы вот в этом фильме? Да, вот люди стоят на грани безысходности. Это уже, наверное, будет мой второй аргумент. А, это уже второй? Да, это второй. Как бы грань безысходности. И что люди делают? Они, конечно, пытаются выживать и находят все в различные варианты, как это сделать. И что мы видим? Люди идут на крайние меры. Они попадают, скажем, в такую преступную ситуацию, в которую они, по большому счету, вынуждены нарушать закон. Такие первые мысли мне приходили. Что ни один из этих людей, он как бы не подумал, что, например, играть в эту игру – это нарушение закона, это плохо. И получается, по логике, все равно это лучше, чем не заплатить кредит. Вот в чем же суть, интересно, получается. То есть люди не могут отказаться оплатить кредит, но в такие игры они играть согласны. И что мы видим? Это группа людей, то есть попадает на этот остров. И мы, как зрители, мы, прежде всего, начинаем смотреть на то, что там происходит. Понятно, как в данной ситуации проявляются не лучшие качества человека. Люди, по сути, друг друга убивают, играючись. Но мы, как зрители, по сути, это основная масса. Нам-то интересно, что будет за игры. И нам не меньше, чем участникам, персонажам данного фильма, интересно, какой же конкурс будет следующий. И тут ловлю себя на понимании, что чем мы отличаемся от граждан Древнего Рима, которые приходили хладнокровно в Колизей смотреть на то, как гибнут гладиаторы. То есть мы, даже зрители, уже участвуем в этом процессе. И, по сути, что в фильме интересно, сюжет не нов. Например, подобные фильмы-то уже были на данную тематику. Это из самых нашумевших. Это у нас были спящие, насколько я не ошибаюсь. И самые яркие, это у нас, конечно, голодные игры. Но в голодных играх там как бы был логический выплеск. То есть это вылилось в революцию. В данном фильме этого не произошло. Но то, о чем уже начал говорить, это, я думаю, уже, скорее всего, можно привести к моему третьему красному аргументу, который звучит так, что в чем суть происходящего, в чем посыл. То есть мы видим состояние безысходности. Ни один из персонажей не озвучивает. А что же делать? А что делать-то? Может быть, суть в том, что банковская система, которая существует во всем мире, она может быть порочна. Может, там есть какие-то проблемы. Но я, поскольку у меня есть экономическое образование, изучал эту проблему, могу сказать, что да, проблемы в этой системе есть. Но что касается темы нашей сегодняшней дискуссии, именно этот фильм, мораль и этика, этот вопрос совершенно не поднимается. Да, мы видим такую, может, не очень оригинальную, но неплохую концовку, когда главный герой встречает умирающего этого миллионера или миллиардера, скорее всего, этого дедушка. И он лежит в каком-то огромном офисе один и смотрит в окно. И там лежит такой нищий замерзающий, и он еще поспорил с главным героем о том, помогут ли люди или не помогут. Человеку помогли, который замерзал бездомному. То есть какой-то огонечек свет тоннеля дали. Типа все не так и плохо. Но все равно основы посыла нет. То есть почему все эти люди были вынуждены играть в эту игру? И в стране, по сути, весьма благополучной. Не был вопрос самой причины. А какая процентная ставка данного кредита? Кто ее соизмеряет? Кто ее ограничивает? То есть ученые давно просчитали, что если процентная ставка выше 7% работает в государстве, то банковская система, она жирает систему производства. Потому что производство, оно наиболее емкое. То есть я думаю, тут не хватило немножко вот такого посыла, что ставит человека в такое состояние. Потому что банковская система – это государство в государстве. И вот в этом фильме как бы вот пришли к этому, что у людей кредиты, у них большие проблемы. Они вынуждены торговать своими органами, которые, кстати, разрешены. Разрешена трансплантация в Южной Корее. И вопрос не открыт. То есть по моему мнению. А то поднимается вопрос морали еще другой. А морали этих людей, которые вот такие бешеные проценты дают кредиты людям. То есть по сути современная банковская система, она превращается в не что иное, как расставщическую давку. И вот мы на примере Южной Кореи. И к сожалению, это не просто сюжет из фильма, это реальный сюжет из жизни, что мы видим. То, как банковская система, которая мало кем контролируется, она просто, она мало того, что уничтожает экономики слабых стран, таких, допустим, как Украина, она уничтожает людские жизни. И вот это вот мне не хватило. Ну, скажем так, первый твой тезис, то, что там все, ну, это вроде бы благополучная капиталистическая страна. Дальше ты сказал, что она-то благополучная, но чтобы быть благополучной, расплачивается тем, что закредитованность большая. То есть благополучно там живут далеко не все. Да, большая закредитованность. Дальше ты сказал, что, по сути, особого выхода там и не предлагается, как решить эту ситуацию. Как по мне, недостаток этого фильма, то, что там не показано, то не показано, вот именно благополучие не показано. Все показано в темных тонах. Но если это благополучная капиталистическая страна, значит, они просто вырвали из контекста, это же создатели этого фильма, вырвали только один нюанс из жизни Кореи. То есть только черную сторону. Ну да, не всем там плохо. Да, они не показали светлую сторону. И в такой подаче этот фильм не показывает нам настоящее положение дел в Корее. Ну, я перебью, исходя вот из данных, которыми я ознакомился, то есть Корее действительно проблема большая. Там реальная безработица и прочее. То есть, ну какой-то перманентный экономический кризис. Да. Возможно, вот автор данного фильма, он не показывал какую-то другую сторону. Ну, ее можно было показать, но это, скорее всего, это была бы жизнь людей более богатых. Которым как бы все хорошо. Тут еще такой момент. Да. Скажем так, все же в динамике развивается, и страна тоже. То есть, бывает период роста, благополучия, период ухудшения положения. Видимо, сейчас в Корее вот именно этот спад происходит. Но было время, когда было все хорошо, и это же там не показано. То есть, в любом случае, тут такой однобокий взгляд на Корею. Ну, это отражение ситуации в данный момент. В данный момент это как вот в фотографических снимках. То есть, раз, вот именно в этот момент. Ну, оно же все время, ситуация в динамике развивается. Оно же что-то меняется. И там это не показано. Не показана эта динамика. И показана только темная сторона. Не показана светлая. Поэтому с этой точки зрения для меня фильм как бы несовершенен. Я его называю несовершенным. Ну, и сюжет тоже особо как бы... Ну, да, как говорил, нового ничего особо нет. Эмоционально он, конечно, воздействует, этот фильм, на сознание. Но как бы для размышления там не особо много места. Ну, да, и так, чтобы как бы к сюжету особо не возвращаться, тоже вот эта тема, по мне, вот, человека поставлена на безысходную ситуацию, проявление его как человека. Вот всем, кто интересуется, рекомендую итальянский автор Прима Леви. У него есть книга «Человек Лето». Прима Леви он был узником лагеря нацистского более чем полутора года. И он написал свои воспоминания именно в этой книге. То есть Прима Леви «Человек Лето». Ну, все желающие могут найти на моем сайте, сайте концептуального мышления, в разделе «Библиотека». Книга очень интересная. То есть, если кому интересна эта тема, то он прочтет эту книгу, там уже написано все. Никаких фильмов на эту тему больше смотреть не надо. Ну, давай перейдем к моим тезисам. Я буду традиционно озвучивать, ну, как бы традиционные наши правила. Мы готовим письменно тезисы и потом их озвучиваем и обсуждаем. Вот первый мой синий тезис, я его озвучиваю по тому, как я написал. Называется этот тезис так. «Бытие определяет сознание». И тут три, как бы, три, как бы, таких сюжета, три картинки, которые иллюстрируют этот тезис. Первое. В последней серии Сон Ки Хун, это номер 456, это главный герой, смотрит телевизор, где диктор говорит, что Южная Корея – самая закредитованная страна в мире. То, что и ты говорил. И что это вина правительства, которое сняло всякие ограничения на кредиты. То есть люди живут в ситуации, созданной правительством, то есть законодательными актами, созданными правительством. Второй сюжет. Во второй серии Али Абдул, это такой пакистанец, который на индийца похож. Номер 199. Гастарбайтер из Пакистана рассказывает, что он работал, а деньги ему не платили. То есть тоже ситуация, он поставлен в ситуацию, когда жить не за что. И делать ему просто нечего. Третий сюжет. В пятой серии Сон Ки Хун, это друг детства этого, а, нет, это же Сон Ки Хун. В пятой серии Сон Ки Хун, это номер 456, рассказывает, как работал на заводе больше 10 лет. И его и других работников сократили, завод закрыли. Они бастовали, строили баррикады, но ничего не добились. Тоже объективная ситуация. Человек поставлен в ситуацию, когда ему не за что жить. И не он виноват. Не он, это не его вина. И у других различных видов денежные проблемы. То есть весь этот фильм там, он напичкан такими вот аналогичными ситуациями, когда показывается объективная ситуация, когда люди поставлены в условия, когда жить не за что. Которые вынуждают идти на крайний шаг, играть в опасную игру для получения денег. То есть первый этот мой тезис, бытие определяет сознание. Вот какое бытие есть, правительство создало, люди в этих правилах и живут. И они проявляют себя только так. Они уже играют в какую-то игру, когда просто живут. И правила расписаны. Они проявляют себя потому, что таковы правила. Значит, причина в правилах, сделанных правительством. То есть вина, чья вина? Правительство. Иду к своему второму тезису. Вот второй зеленый тезис. Зеленый. Я показываю зеленый свет всевидящему оку, который за нами наблюдает. Я назвал его так. Моральный выбор. Сериал полон ситуациями морального выбора. Вот первый сюжет. В шестой серии девушки Кан Себек, это номер 067, и Чий Йон 240, это две молодые девушки, играет в шарики. И Чий Йон, та, которая помоложе, номер 240, сознательно жертвует собою для Себек 067, потому что видит для нее перспективу, а для себя не видит. Вот моральный выбор. То есть не все подлецы. То есть человек реально жертвует собою. Это вот моральный выбор. Даже в этих условиях люди остаются людьми. Второй сюжет. В шестой серии Сано, 218 номер, это друг этого Сон Кихуна 456. Это два главных героя. И Али играет в шарики. И Сано почти проигрывает, но банный путем забирает у Али все шарики и побеждает. Это вторая ситуация, когда можно было проявить себя человеком, но с целью собственного выживания. Каждый выживает для себя. Сано обманным путем получает в себе жизнь и по сути убивает этого Али непрямым методом. Первая ситуация – жертвование. Вторая ситуация – человек проявил себя не как человек. Третья ситуация. В финале «Друзья детства» Сон Кихун 456 и Чхо Сан Ву 218 бьются на смерть. В итоге Кихун побеждает, и Сано должен убить охранник. Но Кихун передумывает и пытается прекратить игру. Но Сано себя убивает. То есть оба совершают моральные поступки. И тот совершает, и тот. То есть вот этот Сано, когда играл с Али в шарики, он проявил себя не как человек высоких достоинств. Но дальше он проявляет уже человеческие качества. То есть почти в каждом человеке побеждает то животное, то человеческое, постоянные качели. То есть тоже и все мы проявляем и человеческое, и возвышенное, и земное. Это второй мой тезис. Если у тебя есть замечания, то пока нет. Ну как бы замечания, это как бы дополнение. То есть логично то, что всем людям, собственно, проявляют совершенно разные качества. Абсолютно в данной ситуации. Как мы видим персонажа этого фильма, они проявляли качества главных героев. И положительные, и негативные, потому что все люди. Хорошо. Третий мой тезис. Вот он красный. Это я показываю всевидящему оку. Красный тезис. Называется он так. Вип-клиенты как заложники себя самих, своего положения. Это те, кто это все организовал и спонсировал эту жуткую игру. Кто получает удовольствие от мук человеческих. Но в последней серии дедушка о Ильнам, это первый номер, объясняет Сон Кихуну 456, почему создали игру. Вот он объясняет так. Человек с деньгами сразу радуется жизни. Потом наступает пресыщение. И жизнь становится мукой. Хочется снова испытать радость, как в детстве. Добывали деньги, чтобы получить радость, а получили тоску, разложение себя самих, зловоние. Деньги не принесли удовольствия. Кстати, в конце Сон Кихун 456 номер решается бороться с устроителями игры. Но это не тот путь. Нужно систему менять, а не бороться с конкретными людьми. Причем во второй серии проходят демократические выборы, где стоит вопрос, играть дальше или не играть. Большинство выбирает не играть. Но потом почти все игроки снова возвращаются в игру. То есть демократические выборы, это выборы без вариантов. Они ничего существенного не решают. И не меняют. Вот такой мой, как бы, третий, третий мой тезис. Создали вип-клиенты, но в итоге и сами они страдают, и люди страдают, которые не являются випами, и вип-клиенты страдают. Теперь, я понимаю, моя очередь представлять выводы. Наша желтая карточка. И что могу сказать по данному поводу? Вот в конце фильма один из главных персонажей, этот престарелый, уже больной старик, он спросил у главного героя. О Ильнам. Да, о Ильнам. Он спросил у Сихуна. Сан Кихун. Сан Кихун, да. Сан Кихун. Ты знаешь, чем отличается, как у меня спросил человек бедный, от человека богатого? Говорит, нет, и тем у другим плохо жить, и тем у другим скучно. То есть, вот это как бы основная мысль, она, конечно, не нова, но, возможно, какое-то там молодое поколение, которое не видел никаких аналогичных фильмов, к сожалению, не читает книг, для него это что-то даст. И вот тоже, когда готовился к дискуссии, возникло вот у меня вот такое видение, представьте, мы знаем, что и Северная Корея, и Южная Корея. Причина создания двух государств было противоборство коммунистической теории и практики, и капиталистической теории практики, то есть, слистнулись две идеологии, страна отделилась над две. Что мы знаем про Северную Корею? Ну, не буду распространяться, люди живут там плохо, но у них есть ядерное оружие. Нет, мы же не знаем, как они там живут. Ну, не знаем. Информации нет. То есть, объективно, кого не спросить, в Северной Корее коммунистической люди живут намного хуже, чем в Южной. Но там тоже есть какие-то свои светлые моменты. Как мы видим по данному фильму и экономической ситуации на данный момент, в Южной Корее люди живут, а тоже не очень. И в самом фильме, вот у строителей игры, они соблюдали правила демократии внутри всей этой системы. И вот первая мысль, то, что а эта игра, она, по сути, сейчас и происходит во всем мире. У нас тоже есть правила демократии. И то, что происходило у них на этом острове, по сути, в данный момент, оно происходит по всему земному шару. Потому что все вот эти вот явления, которые происходят в каких-то малых группах общества, это как капли росы, которые повторяют, отражают всю эту глобальную систему. То есть, в той или иной степени мы все играем в эту игру. Это мой вывод. А, ты закончил, да? Ну, пусть. Вот желтая карточка моего вывода. Я, по сути, уже сказал свой вывод. Я считаю, этот фильм неполный. Он отражает не в полной мере существующую ситуацию. Он показывает только одну сторону, темную сторону, той системы, которая сложилась именно в Южной Корее. Сериал корейский. И распространять на весь мир не совсем как бы правильно. Потому что во всех частях мира там как бы свои проблемы. Вот у них... Свои игры. Да, у них такая ситуация. И это только темная сторона. У них еще есть светлая сторона. Потом, что мне как бы не понравилось, что в конце вот этот Сон Кихун он решил бороться с устроителями игры. Что как бы не совсем правильно, потому что... Это как борьба с ветряными мельницами. Да. Это борьба со следствием, но не с причиной. Да. Причина то в системе, а эти вип-клиенты, они сами страдают от этой системы. Но они не могут ее изменить. Я даже вот как бы проведу такие запно-аналогии. То есть, возможно, из этих вип-клиентов, которые смотрели за всеми эти кровавыми игрищами, были банкиры, которые закредитовали этих самых людей. Ну, там же не все закредитованы. Да. Не все. Но, тем не менее, из этих там 500 людей наверняка были те, я думаю, подавляющая масса, у которых кредит на кредите и не знают, что делать. Да. Такая мысль не возникла. Ну, я думаю, что не следует рассматривать этот фильм как слепок с реальной жизни. Это слепок только небольшой части жизни. Это не вся жизнь. Но если посмотреть на жизнь через фильтр этого фильма, то получается, все страдают. страдают и вип-клиенты, страдают вот эти солдаты, которые там организовывают эту игру, страдают те, которые играют в эту игру. То есть, все страдают, значит, что-то не так в этой ситуации. Даже эти вип-клиенты, там же показано, как они себя ведут, они разлагаются. Разложение, моральное разложение, им как бы скучно. Выводу, как бы тоже хочу сказать, то, что, а может, не стоит играть в эти игры? По сути, когда нам предлагают кредит, мы уже играем в игру. Кстати, ты же сказал, что... Может, вообще не нужно играть в эти игры, не брать кредиты? Мы смотрим этот фильм, этот сериал, и мы тоже участвуем в этой системе. Да, мы находимся на вип-ложи. Ну, смотри, мы же получили удовольствие. Фильм эмоционален. И мы получили удовольствие. Там куча группов. Если бы не был такой кровавый, я думаю, там бы не было столько просмотров. Там много трупов. Да, много трупов, много крови. Там кровь, 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 и мы получили удовольствие. То есть, мы тоже в игре. Мы все. Мы в игре. То есть, я тоже прошу к этому, что мы все что-то играем. Мы должны просто выбирать, во что нам играть, а во что нет. Но там же не предложили путь выхода из этой ситуации. Выхода нет. Сам главный герой с тобой согласен. Он идет по ложному пути. И мы даже не предлагаем этот вывод. Ну, я свой вывод предлагаю, его четко выражаю. Не берите банковские кредиты. Потому что банковская система она ущербна. Она работает неправильно. Это мое личное мнение. То есть, вот я увидел такой вывод. Призывы, призывы, они работают. Не, призывы не работают. Не работают. Для тех, кто думает, они работают. То есть, старайтесь не брать кредиты. Вот я... Нужно из всего пытаться делать какой-то практический вывод. Вот из всего, если у людей проблема, что вы закредитованы, ну не берите вы кредиты. Просто не берите. Потому что в этом виноваты и придут сами люди. А почему? Потому что когда человек берет кредит, он пытается потребить то, что он еще не сделал. И он уже начинает играть в эту игру. Вот дело ушка. Ну, все равно же не работает этот призыв. Каждому. Ну, как говорится, каждый живет своему умом. Вот смотри, в самом в самом начале я вот приводил, что по телевизору идет сюжет, где диктор говорит, что Корея самая закредитованная страна в мире. И что это вина правительства. То есть, выход-то какой? В том, чтобы правительство правильные законы создавало. Чтобы ограничивало возможности. Это только на уровне правительства можно решить эту проблему. Ну, все проблемы, они решаются, считай, на уровне разном. На уровне правительства, на уровне каждого человека. Конечно, никто не снимает ответственность правительства, но ответственность гражданина, я считаю, что снимать не надо. Человек должен думать и понимать. Современный человек должен понимать эти вещи. Ну, скажем, это твой вариант ответа. Мой вариант ответа тот, что это только на уровне правительства. Ну да, я считаю, что и на уровне правительства и человека. Можно решить эти вопросы. И надо решать. Ну, на этом, как бы, мы уже думали, исчерпали тему. Если кому-то интересно принять участие в дискуссии в этом прекрасном месте, в первом художественном частном музее Виктора Васильевича Бажина, то мы предлагаем через всевидящее око, чтобы эти люди приходили сюда, в это прекрасное одухотворенное место, и будем тут размышлять о вопросах, которые нам интересны. Пожмем руки. Как бы, скажем в конце, дискутируем. Да, дискутируем. Воистину дискутируем.